Туастрей Тюрнал, США Трамп и Дуда договорились об увеличении военного контингента США в Польше более чем на тысячу человек Алекс Лири Туастрей Тюрнал, США 13 июня 2019 года Вашингтон, президент США Дональд Трамп подписал соглашение об увеличении американского военного контингента в Польше на тысячу человек Президент США также продемонстрировал своему польскому коллеге полет военного самолета над Белым домом в знак благодарности за согласие Польши купить у США партию истребителей F-35 Он переносит нас в другую эпоху, сказал президент Польши Андрей Дуда, Андрзей Дуда, в среду, 12 июня Соглашение по увеличению численности американского контингента предполагает создание постоянной военной базы США, на чем настаивала польская сторона, базы, которую польские чиновники назвали Форд Трамп Трамп сообщил репортерам, что он не имеет никакого отношения к этому названию С 2017 года на территории Польши на ротационной основе были размещены около 4000 американских военных По словам одного чиновника США, дополнительный контингент, о размещении которого страны договорились, будет представлять собой не боевые силы, а скорее силы обеспечения Выполняющие такие задачи, как управление беспилотниками и обеспечение логистики Главной внешнеполитической целью Дуды стало расширение военного присутствия США в Польше Многие поляки считают США единственной мировой державой, которая может защитить их страну от нападок Москвы, которая долгое время оказывала влияние на Польшу Перед совместной пресс-конференцией Трамп и Дуда вышли на южную лужайку перед Белым домом, чтобы посмотреть, как истребитель F-35 пролетит над резиденцией Это стало демонстрацией признательности за то, что Польша согласилась приобрести более 30 истребителей компании Lockheed Martin Я аплодирую попыткам президента Дуда укрепить и модернизировать польский оборонный потенциал, заявил Трамп В среду лидеры США и Польши заключили еще несколько соглашений, в том числе соглашения о сотрудничестве в разработке гражданской ядерной программы Польша Польша также подписала контракт на покупку у американских компаний дополнительных 2 миллиардов кубических метров жиженного природного газа на сумму около 8 миллиардов долларов Более того, лидеры также обсудили перспективы участия Польши в программе безвизового выезда, которая позволяет гражданам стран-участниц въезжать на территорию США без визы Трамп посетил Варшаву в июле 2017 года, а в среду, 12 июня, он заявил, что он рассматривает возможность снова приехать в Польшу в сентябре этого года Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ